Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Дмитрий Большаков. Более 30 тысяч серпуховичей приняли участие в праздновании Дня города. На круглосуточном дежурстве. Итоги работы и планы аварийно-спасательной службы «Юпитер» представлены на оперативном совещании главы города. В Серпухове реализуется муниципальная программа «Жилище», направленная на поддержку молодых семей. Дарят детям любовь и радость. Работников дошкольного образования честовали во дворце торжеств «Центральный». Серпуховские вести «Добрые вести» – старейшее городское издание отмечает 25-летие. Перезагрузка. В Комсомольском парке открыли детскую игровую площадку, установленную по губернаторской программе, и провели фестиваль светодиодных шаров. Основные мероприятия, посвященные Дню города, состоялись в пятницу, субботу и воскресенье. Так, 24 сентября в спорткомплексе «Русский медведь» прошли соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях приняли участие члены физкультурно-оздоровительного клуба «Равные возможности». Глава Серпухова Дмитрий Жариков поздравил спортсменов с Днем города и поблагодарил их за активную жизненную позицию. Наилучая демонстрация пошла спортивного мастерства, и сегодня пошла беспрецедентного мужества. Желаю вам здоровья, счастья, получим количество знаний, будем делать все для развития спорта в городе Серпухово. После церемонии открытия участники начали состязаться на нескольких площадках. Клуб «Равные возможности» старается сделать состязания как можно интереснее, занимательнее, постоянно предлагает все новые виды игр, адаптированные для людей, имеющих те или иные ограничения. Вот и на этот раз скучать не пришлось никому. Члены клуба увлеченно играли в джакала – это настольная игра, объединяющая в себе бильярд, боулинг и керлинг, корнхолл, метание в мишень мешочков с песком, дартс, фризби и шашки. Участие в таких соревнованиях делает жизнь людей яркой, насыщенной и интересной. Поэтому праздник спорта прошел в теплой, дружеской атмосфере, соперники активно поддерживали друг друга. По итогам соревнований все участники получили сувениры. Победители и призеры отмечены медалями и грамотами Управления физкультуры и спорта администрации города. Отпраздновал День города и парк «Питомник». 24 сентября здесь состоялись народные гуляния, на которые жители приходили целыми семьями. Старт празднику был дан в полдень. Всем возрастным группам будет здесь интересно. И каждый найдет занятие по вкусу. Разрешите вас поздравить с Днем города. Никто не остался без внимания и хорошего настроения. Для детей работали аттракционы, аниматоры развлекали самых маленьких гостей веселыми эстафетами и танцами. В ходе семейного певческого конкурса горожане могли блеснуть своими музыкальными талантами. На главной аллее праздника была развернута праздничная торговля. Там же можно было оформить льготную подписку на газету «Серпуховские вести». Кроме того, для серпуховичей была подготовлена большая концертная программа с участием творческих коллективов нашего города и гостей из столицы. В Комсомольском парке составился большой праздник «Перезагрузка». Он был приурочен к окончанию благоустройства в этой зоне отдыха. Праздник для серпуховичей был подготовлен и проведен Советом депутатов города при непосредственном участии председателя Игоря Ермакова. Одна из крупнейших строительных компаний города занималась благоустройством Комсомольского парка. Он очень изменился в лучшую сторону. Здесь удалили больные деревья, заасфальтировали дорожки, установили ограждение по периметру и красивую арку с названием парка на входе. Разместили лавочки на аллеях, смонтировали скейт-площадку с разнообразными элементами. Работы находились на контроле главы города Дмитрия Жарикова. В Комсомольском парке была торжественно открыта современная детская игровая площадка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Красную ленточку перерезали заместитель главы администрации по вопросам благоустройства Олег Сотник и молодая мама Марина Писарева со своим сыном Марком. В центре парка для маленьких серпуховичей на безопасном резиновом покрытии установили новые качели, карусель, лесенки, горки, балансир, качалки на пружинах, песочницу и баскетбольное кольцо. По периметру площадки смонтировали объекты освещения и ограждения, а у входа поставили информационный стенд, на котором размещены правила пользования игровым оборудованием. Пространство дополнили несколькими скамейками и урнами. Далее в Комсомольском парке развернулась концертно-развлекательная программа, включавшая выступления местных коллективов. Внимание горожан привлек знак «Я люблю серпуха». Все желающие смогли сфотографироваться на фоне новой достопримечательности. Кульминацией праздника стал второй фестиваль светодиодных шаров, объединивший немало людей. Каждый участник перед запуском загадал свое самое заветное желание, а после в потемневшее вечернее небо взмыло множество разноцветных светящихся шаров. Все средства, полученные от продажи, их будут переданы в благотворительную организацию. Два! Поехали! Серпухов, ждем рождения! В праздновании 677-й годовщины со дня основания Серпухова приняли участие порядка 30 тысяч человек. Главной площадкой дня города, как и в прошлом году, стала площадь Ленина. В скверах разместились творческие мастерские, различные вернисажи и мастер-классы, проходили викторины. Особый интерес у серпуховичей вызвала уникальная мототехника, предоставленная серпуховским отделением мотоклуба «Ночные волки». Взрослые дети устроили с мотоциклами импровизированную фотосессию. На главной сцене пели и танцевали серпуховские артисты и звезды российской эстрады. К 8-9 вечера на площади уже яблоку негде было упасть. Великолепным подарком для серпуховичей стало огненно-лазерное шоу. Тысячи зрителей наблюдали за девушками в светящихся костюмах, которые с легкостью и изяществом жонглировали огненными факелами. В продолжении праздничного концерта на сцену вышли звезды российской эстрады, группы «Пятеро» «Five Family» и Вика Цыганова. Кульминацией праздника стал грандиозный салют, первые залпы которого появились в ночном небе в такт гимна Серпухова. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Итоги работы аварийно-спасательной службы «Юпитер» за 9 месяцев текущего года представил на оперативном совещании главы города директор службы Андрей Павлов. Он привел данные о выездах спасателей, учениях и тренировках, профилактической работе и многом другом. Небольшой коллектив аварийно-спасательной службы «Юпитер». Всего 53 человека круглосуточно посменно дежурят, обеспечивая общую нашу с вами безопасность. Они в любую секунду готовы к выезду на аварийно-спасательные работы, на помощь людям, оказавшимся в бедственном положении и даже на спасение животных. Да-да, снимают кошек с деревьев, бывает, вытаскивают их из вентиляции, вызволяют собак из люков. Разблокирование железных дверей тоже только им по силам. Таких выездов у них очень много. И дело не просто в том, чтобы аккуратно вскрыть замок. Надо быть готовым оказать первую помощь человеку за дверью. Необходимы спасателю и другие весьма многочисленные навыки. Поэтому большая часть работы учреждения связана с проведением учений и тренировок. Таковых было проведено с начала года 36. Это не просто исполнение договорных обязательств с предприятиями, но и повышение квалификации наших спасателей. Стоит отметить, что из 20 сотрудников более половины являются спасателями второго класса. А два в 2016 году успешно сдали экзамены и получили квалификацию спасатель первого класса. В последнее время значительно выросло количество звонков по единому телефону 112. Увеличилась и зона обслуживания. В апреле 2016 года в зону обслуживания системы 112 Серпухова вошел в Серпуховский район. Также по телефону 112 поступает много звонков с территории города Пущино, Протвино, Чеховского района, Тульской и Калужских областей. В связи с присоединением Серпуховского района и ростом популярного сервиса 112, количество вызовов возросло более чем на 60%. Сегодня составляло в среднем 450-500 вызовов в сутки. Снизить тройную нагрузку с операторов при поддержке главы города в Юпитере решили, увеличив количество штатных единиц. Кстати, горожанам придется отвекать от привычного номера дежурного – 760-500, который наши жители набирают по поводу и Бизонова. Работать будет только 112. В планах развития системы 112 на 2017 год значится подключение СМС-сервиса для лиц с ограниченными возможностями по слуху и речи, геопозиционирование местоположения телефона заявителя. Будет внедрена система автодозвона для тех, кто любит пошалить по телефону. Эта мера предупреждающая телефонных хулиганов об ответственности за невинные, на их взгляд, шалости. Планируются и другие новинки. Еще одна зона ответственности Юпитера – система видеомониторинга «Безопасный регион». На сегодня к ней подключено 279 видеокамер, с которых информация выводится в дежурную часть полиции и в ЕДДС. В течение 2016-2017 года планируется подключить к системе еще 20 торговых центров и стадионов. Это уже дополнительно. Глава городского округа Дмитрий Жариков попросил ускорить работу. Мы договаривались, что в 2016 году закончим монтаж видеонаблюдения на торговых объектах. Я по следам посмотрел, в 2016-2017 год. С Северюгиным Андреем Владимировичем отработаете. Вопрос завершения именно в 2016 году. Есть, понял. И, Рим Валерий, я сегодня почту расписываю очередное поручение по поводу подключения видеонаблюдения в спортивных объектах, не только стадионов, по всех социально значимых объектах видеонаблюдения. Давайте мы также эту работу планируем до конца года. Модернизация системы мониторинга и контроля оперативной обстановки в ЕДДС будет продолжаться в 2017 году. С 2009 года для молодых семей Серпухова, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, предусмотрена поддержка – субсидии на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа. В 2016 году три супружеские пары намерены воспользоваться этой возможностью. О реализации муниципальной программы «Жилище» рассказала на оперативном совещании заместитель главы администрации города Юлия Купецкая. Ежегодно на территории Серпухова регистрируют брак более тысячи семей, возраст супругов которых не превышает 35 лет. И ни для кого не секрет, что очень многие из них в скором времени распадаются по причине отсутствия жилья. Высокая стоимость вожделенных квадратных метров, отсутствие доступного ипотечного кредитования сдерживают решение жилищной проблемы молодых семей. И пусть звучит банально, но это так, негативно влияют на демографические процессы. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, не все супружеские пары в состоянии оплатить первоначальный взнос или внести при покупке жилья свою часть платежа субсидиарно. Другими словами, в долях, с бюджетами всех уровней – федеральным, областным и городским. Однако у данной категории населения есть перспективы получить помощь со стороны администрации. С 2009 года возможность предоставлять молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилья эконом-класса, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, имеется. Но надо учитывать ряд условий. Правом стать участником программы обладает как полная, так и неполная семья. Возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет. Необходима постоянная регистрация всех членов семьи на территории города в течение как минимум пяти лет. Кроме того, семья должна быть платежеспособной и признанной нуждающейся в жилье в соответствии с требованиями жилищного законодательства. В 2016 году в рамках реализации программы за счет средств социальной поддержки улучшаются в настоящее время жилищные условия три молодые семьи. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально для жилого дома семьи получили 1 июня 2016 года. Общая сумма выплат составила 2 миллиона 864 тысячи рублей. Средства предусмотрены были в федеральном бюджете, областном и в местном бюджете. Собственные средства семьи при этом составляют 5 миллионов 319 тысяч. В первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодым семьям, имеющим троих и более детей. В рамках программы на учете в данный момент состоят 7 серпуховских семей. В 2017 году планируется содействие трем молодым парам. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню работника дошкольного образования, прошло во Дворце торжеств Центральной. На праздник были приглашены представители коллектива всех 34 детских садов. Глава серпухова Дмитрий Жариков в своем поздравлении подчеркнул, что воспитатели закладывают основы характера и способности детей. Учат преодолевать трудности, принимать решения, отвечать за свои поступки. Со своей стороны мы, конечно же, будем работать над бюджетом города, чтобы как можно больше средств направлять на поддержку, на ремонт, на строительство новых дошкольных учреждений для создания наилучших условий пребывания наших детей в детских садах. С профессиональным праздником работников дошкольного образования также поздравили председатель комитета по образованию Любовь Владимирова и председатель профсоюза работников образования Татьяна Клочко. Лучшие представители профессии были награждены благодарственными письмами главы города серпухова, почетными грамотами комитета по образованию, грамотами Московской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России, денежными сертификатами и памятными подарками. Малыши преподнесли виновникам торжества хореографический подарок, а сами воспитатели, нянечки, музыкальные работники, логопеды, медицинский персонал и повара дошкольных учреждений подготовили к своему празднику юмористическую концертную программу «Кто не хочет стать миллионером», в основу которой легло известное телешоу. Серпуховские вести – добрые вести. Старейшая городская газета отмечает юбилей. Как встречают свое 25-летие в редакции и о планах журналистского коллектива в нашем следующем материале. Летучка у главного редактора Серпуховских вестей на этот раз начинается не с разбора полетов и планирования следующего номера. Слово берет Елизавета Кузьмина, один из самых опытных сотрудников газеты. Сегодня именно тот день, 28 числа сентября 1991 года, когда вышел первый номер Серпуховских вестей. Именно сегодня. Поздравление празднования будет чуть позже. А сейчас деловой разговор о том, что нужно читателям, координация поездок журналистов, сроки для верстки. В уважающем себя издании необходимо учитывать каждую деталь. Итоги выборов – восстановление лесов, очерк о земляках. Это и многое другое войдет в следующий еженедельный номер. На следующий номер давайте запланируем, посмотрим по поручению губернатора и совместно с администрацией будем думать. Серпуховские вести – преемник коммуниста. Это одна из старейших и авторитетных газет Подмосковья. Единственная из газет Серпуховского региона входит в атлас российской прессы. В активе журналистов более сотни наград за победы в российских и международных конкурсах. Сегодня для развития издания есть все. Профессиональный, слаженный коллектив, много партнеров, интерес читателей. СВ не стоит на месте. Новый редактор пришел, очень много интересных идей, которые направлены на то, чтобы изменить нашу целевую аудиторию, немножечко ее омолодить. Главный редактор Татьяна Андрюхина не новичок в СВ. Ранее в газете она проработала 4 года, хорошо знакома с коллективом и четко выстраивает ближайшие направления работы. Мы хотим, конечно, повысить качество выпускаемых материалов. Больше внимания будем уделять новостным сюжетам. В еженедельнике СВ любой читатель может найти для себя полезную информацию. Издание рассчитано на самую широкую аудиторию. Кроме новостей и официальной информации, журналисты серпуховских вестей готовят более 10 специальных приложений. Женский клуб, деловой серпухов, культурная жизнь, крывеческая страничка и спортивные события. Одно из самых популярных и любимых для корреспондентов это поездки к интересным людям. Как говорили раньше, выход в поле. Стоит только кому-то съездить, куда-то пообщаться с любым человеком, я имею ввиду, сразу появляется такое состояние души, полета непредсказуемого. Ну, заряд бодрости, энергии, потому что хочется это передать, то, что черпаешь от людей. Зав. отдела экономики Надежда Сергеева часто встречается с директорами крупнейших предприятий города, бизнесменами. У каждого есть свой характер, и журналист должен не только понять собеседника, но и настроить его, чтобы статья получилась и не ушла в корзину. Люди все очень яркие, и, конечно, с ними общаться это, ну, как минимум, очень интересно. И второе, это большой опыт приобретаешь. В 2008 году стартовал еще один проект серпуховских вестей – журнал для детей и родителей «Вестенок». Идея оказалась удачной. Журнал нашел своих читателей и приобрел много подписчиков в регионе. У нас журнал награжден двумя очень значимыми наградами. Это в 2010 году премия губернатора Московской области. И в 2013 году тоже премия губернатора Московской области «Наша Подмосковь» в номинации «Забота о детях». Еще одна задача, которую ставит перед собой коллектив серпуховских вестей – это поиск новых форм распространения газеты. Сейчас сертифицированный тираж – 7 тысяч экземпляров, и коллектив издания планирует поднять его до 10. Мы хотим выйти на другие муниципальные образования, сотрудничать с ними, писать о них, рассказывать и активно работать с администрациями. Многим жителям порой легче найти информацию в интернете, и серпуховские вести предоставляют людям такую возможность. У нас создан новый сайт – inserphov.ru. Он зарегистрирован как отдельное средство массовой информации. У нас есть редактор сайта, который занимается подбором новостей. Также мы развиваем соцсети. У нас все существующие, всевозможные соцсети тоже зарегистрированы. И, в общем-то, это одно из самых важных направлений развития нашей газеты, которому мы будем уделять большое внимание. Поздравляя наших коллег с 25-летием, в день празднования юбилея хочется воспользоваться девизом издания «Серпуховские вести», «Добрые вести» и пожелать на перспективу «Добрые вести» в каждый дом. В рамках празднования Дня города на площади Владимира Храброго прошел второй открытый чемпионат по мотоманеврированию или «Мото Джимхана» на призы клуба «Ветеранс МС». Мастерство вождения байкеры демонстрировали до позднего вечера. В этом году организаторы усложнили трассу, добавив такие элементы, как круговое движение и развороты на 360 градусов. В соревнованиях приняли участие мотоциклисты из Серпухова, Москвы, Королева, Ступина и других городов Подмосковья. Стоит отметить, что серпуховские байкеры объединились и не делят друг друга по принадлежности к клубу или общественной организации. При полной, по словам мотоциклистов, поддержки главы города Дмитрия Жарикова. У нас мероприятие с некоторого времени, вот как он пришел к руководству города, значит, ну как бы перестало там, как во многих средствах массовой информации, там, вражда клубов и прочее, у нас объединено. То есть мы все дружим, мы все общаемся. А с волками? Мероприятие. С волками тоже у нас прекрасные тесные отношения. Вот у нас недалее, как вчера было, мероприятие «Свеча памяти» с их участием, тоже мы совместно это делали. Они сегодня приедут. Мото Джимхана – это спортивные испытания на время, выполняя которые, участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование. Соревнования проходили на асфальтовой площадке у администрации среди искусственных препятствий. По условиям состязаний каждый участник пешком проходит трассу для ознакомления, а затем все стартуют по одиночке в определенном порядке. В соревнованиях могут принимать участие любители или новички. От гонщика требуется минимум экипировки и никаких специальных лицензий для участия. Мото Джимхана требует от гонщиков знания техники, ускорения торможения, управления и контроля веса, умения настроить мотоцикл на максимальную производительность, способности оценить наиболее эффективную траекторию прохождения трассы. Для того, чтобы маневрировать среди искусственных препятствий, выполняя восьмерки-змейки-скоростные затяжные повороты, надо в совершенстве владеть мотоциклом. Главная задача заключается в том, чтобы проехать быстрее всех. Если же участник касается ногой асфальта, задевает конус или не останавливается в финишном коридоре, он теряет баллы. Получается зрелищно. После шоу зрители смогли сфотографироваться с мототехникой, стать пассажиром железного коня, оценить и даже приобрести байкерскую атрибутику в специализированном магазине, а также послушать тяжелую музыку рок-фестиваля. В Серпухове в парке имени Олега Степанова на большой сцене состоялось знаменательное для культурной жизни города событие. В рамках празднования Дня города здесь прошел большой фестиваль, большой рок-марафон. Под сигналы точного времени ровно в полдень по Москве стартовал в парке имени Олега Степанова большой рок-марафон, посвященный 25-летию первого Серпуховского рок-фестиваля. Ровно четверть века назад был организован первый Серпуховской рок-фестиваль, который, по сути, дал начало настоящему рок-движению в городе. На фестивале выступило огромное количество групп. Юбилейный марафон был приурочен ко Дню города и поддержан главой Дмитрием Жариковым. Открыл действия крестный отец всех барабанщиков Игорь Морозов. Затем на сцену вышли молодые ребята, которых можно назвать продолжателями рок-традиций. И, кстати, не просто продолжателями. Один из них – представитель семейной династии известного в городе музыканта, поэта и композитора Сергея Тольского. Сергея с нами уже нет. А младший сын Алексей пошел по стопам отца и сильно увлекся музыкой. Музыканты группы «Лемиум», которую Алексей создал со своими друзьями, мечтают стать профессионалами на сцене и быть достойными продолжателями дела ветеранов Серпуховского рок-движения. Профессионалам со стажем тоже очень приятно кому-то передать свое мастерство, свое умение, свои традиции. Это очень важно для всех. Ну и, конечно, это очень важно для города. Серпухов отличается от многих городов, по крайней мере, Подмосковья. Вот именно своим таким крепким, стабильным, как мы уже можем убедиться, вот именно рок-движением. Вообще парк Олега Степанова от музыки неотделим. Все годы его существования. А сейчас то, что мы проводим на этом месте непосредственно, я сам играл вот на этом месте в группе «Понедельник». Это было 81-82 год. Ну, сейчас какие-то ощущения неимоверные, просто что-то такое. То есть прямо вот здесь? Да, 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 да. Здесь было огорожено забором, была так называемая танцплощадка-клетка, куда каждый день собирал все прогрессивное танцующее человечество, города Серпуху. Иногда было так, что место было не продыхнуть, там пособиралось по две-по три тысячи человек. Сегодня на дистанцию большого рок-марафона вышли как ветераны местного рок-движения, так и молодые исполнители, продолжатели серпуховских музыкальных традиций. Звучала и незаслуженно забытая музыка. В фестивале приняли участие Игорь Деловой, Сергей Антоненко, группы «Лемиум», «Фраук Кэт», «Эрлифт», «Риф», «Нагасаки», «Утопия», «Откровения» и другие. Среди почетных гостей фестиваля были Алла Кирина, Владимир Телепун, Сергей Бакуров, Виктор Львов, Игорь Шестун, Сергей Ричи Калинкин, Александр Стрелков, Игорь Чижов. Марафон длился до 19 часов. И едва он закончился, как организаторы начали составлять планы на будущее, причем ближайшее. И на сегодня это все итоги недели. С вами был Дмитрий Большаков. До встречи.